Здравствуйте! После советская буржуазная действительность обогатила старое слово «откат» новым и очень глубоким содержанием. Речь идет о взаимоотношениях государства, представителей государства и бизнеса. Государство тратит деньги, отдает бизнесу на оказание каких-то услуг, на покупку неких товаров для функционирования этого бизнеса. И вот в этом процессе очень часто, почти повсеместно, воруются деньги. По оценке президента Виктора Януковича, в прошлом году не менее 7 миллиардов долларов было украдено из казны в результате махинации с тендерными операциями. Явление-то очень древнее. С любых фараонов можно найти вещи, когда чиновники плохо тратят, так сказать, на свой карман, тратят государственные средства. С этим борются все государства и украинское государство в том числе. Пару лет назад был принят очень серьезный закон о госзакупках, который соответствует европейским мировым стандартам, очень строгий, очень серьезный. Но в последнее время опять идут некие смягчения, попытки дать больше возможности бюрократии, получать свою ренту на вот этом взаимодействии государства и бизнеса. Об этих проблемах мы поговорим с нашим собеседником. Это Владислав Зубарь, член правления Союза общественных организаций под названием «Тендерная палата закупок за средства бюджета всех уровней». Здравствуйте, Владислав. Как Вы прокомментируете последние законодательные инициативы, законодательные акты, которые опять ослабляют некие процедуры тендерности, конкурсности в расходовании государственных средств в процессе госзакупок? Хочу сказать, что дейсно с 30 липня 2010-го року був введеный в дию закон про здействие державных закуповель. Сутих изменений цей закон був в жовтні 2011-го року, коли процедура закуповеля одного участника уже не погоджувалася уповноваженим органам. А замовники самостійно могли вже на місцах здійснювати цю процедуру. Далее у нас прийшов наступный этап, про который Вы рассказываете. Это изменения к закону, которые выводят из-под действия закону галузи, предприятия, и есть возможность коррупционных рисков. Отже, когда проводятся закупивки, гражданство бачит, за какие цены закупируются товары, работы и послуги. Ну вот Вы говорите о том, что чиновники жалуются, им очень сложно выполнять требования этого закона. Мне кажется, это крокодиловые слезы, потому что мы все знаем механизм создания подобных законов. Они либо инициируются в этих ведомствах, которые их же и выполняют, либо проходят очень жесткую структуру согласования. Если закон принят именно такой, который выполняться не может, то значит в этом есть как раз, по моему скромному разумению, и это касается очень многих других законов, в ее невыполнимости как раз состоит и преимущество исполнения. Они могут говорить, что так мы выполнить не можем, придется нам обойти те или иные процедуры. Как Вы это прокомментируете? Я бы сказал, что те, кто принимал этот закон, они не враховали наступное. Первое, что приблизно 80% сферы государственных закупов вводится из-под действия закона. И остается, ну там, невеликая к количестве, приблизно 80 миллиардов гривен в сфере государственных... Так, с последними, изменениями. Яка небезпека для тех замовников, которые были ранее в сфере действия этих законов. Директор, например, державного предприятия подписывает договор. Приходит, проверяет. Чи, скажут, у вас там завишені ціни на якийсь предмет закупили. Он говорит, извините, но я укладаю договор на основе проведенных тендеров, конкурсов. И все вопросы, будь ласка, до комитета с конкурсных торгов. Там проверяют законность проведения процедуры. Если все законно, жодных вопросов для директора нет. И в соответствии до податкового кодексу 39-го стаття предбачает, что у нас звичайная цена, яка стоит на основе проведенных конкурсов, аукционов, торгов. На сегодня, если замовник проводит все без конкурсов, то он, как директор, как глава установы, несе полную ответственность за те цены, которые... Ну вот вы говорите, ответственность, ответственность и так далее. Вот факт, здесь вот в газете писали. Закуплено для столовых, для пищеблоков, так скажем, правительства, администрации президента, закуплено малина за 652 гривны за килограмм. Ну пришли к директору, сказали, ну что ж... Он говорит, ну вот такие цены, докажите мне, что 652 или 62 гривны, это вот здесь какой-то преступный умысел. Это же доказать-то трудно. Здесь и это невозможно. В истории всего человечества было, и я помню, был скандал в Соединенных Штатах, вроде такая квалифицированная страна, где там сапоги для Пентагона, для армии, там закупались по 5 тысяч долларов. Это и там. Какие здесь могут быть процедуры, которые ограничат, ограничат чиновника вот в этом воровстве-то? Вы знаете, есть два подхода. Первый подход, который создает Министерство экономического развития и торговли, вместе с USAID-Link. Это американская организация, которая по меморандуму помогает подготовить стратегию государственных закупов для 2015-го года. До речи, воно тут, проект стратегии есть, и можно с этим проектом ознайомиться. То есть, была залучена грамадки, активную участь брали, фахивцы международного класса, за кроме Семен Сагайдачный, брав активную участь в написании этого проекта. И она позволяет уникнуть этих непорозумений. И так все сделать, чтобы сфера была не разбалансована. Есть другой подход, по которому сейчас рухается Россия, например. Это создание федеральной контрактной системы. Если вспомнить, в прошлом году, 1921 год, великая депрессия в США, то в тот момент была разработана федеральная контрактная система, которая позволила контролировать использование бюджетных денег. Она предпочитает на каждом этапе, то есть, на плане, доследить, чьи необходимо этот предмет закуповать, за какую цину, за какие характеристики, какая инновация. Далее, процедурный процесс доследуется. И главное, укладенный договор, он на всех этапах выполнения доследуется. И какой эффект от выполнения этого договора получила государство. Это главное. Если этого нет, мы сейчас подстерегаем... Как вы энергично это говорите, вам нравится такая система. Так. Это профессиональная система. Она уже отработана, опять же, в Америке, в России. В Великобритании, Сингапуре. Во многих... Украины, которые имеют сталый развиток. У нас же делается шаг вперед, потом откат. Уже в другом смысле. Откат, вы говорите, по отношению к прошлому закону, то есть к действующему закону, вносит поправ, в который нивелирует его сущность. Я вижу здесь политическую борьбу. Как вы считаете? То есть политическая воля есть. Президент, там, политическое руководство страны и их советники из международных организаций говорят, что необходимо делать так, а то разворуют совсем уже все. Представьте, даже то, что Янукович сказал, 7 миллиардов долларов в год, это явно заниженная оценка. Это очень такая скромненькая. И это же равно выплатам наших украинских долгов перед международными организациями. То есть это вот, если бы, например, этого не было, то было бы намного лучше. Я понимаю. Все же таки, я бы сказал, что то, что произошло, есть негативная складыва этого и участь в гражданстве, и засобах массовой информации. Потому что у нас досы не сформировалась как бы особа, держзакуповательника, честного, гражданского ДХА, который не хочет красить, который делает все для государства. Я, поверьте, велика кількость таких замовников, которые хотят провести, действительно, в соответствии с законодательством и не хотят порушивать закон. Но, когда все говорят, что там порушения есть, то, действительно, появляется такая ситуация, что нужно изменять закон, чтобы этого не было. И пошли каким-то методом, каким методом использовали. Это выведение из-под действия закону и прямые договоры укладывать будет предприятие. Но я перед тем сказал, что керевники предприятия, они понимают, если они так будут делать, то их будут притягать до ответственности. И сейчас, ну, наступный крок рублят предприятия, они разрабатывают свои конкурсные документации, то есть свои порядки, по которым будут закуповывать. Аналогичный процесс в России. Там 223-й федеральный закон предполагает, что каждый господарящий субъект разрабатывает для себя нормативный акт, по которому будут проводить закупивления. И в соответствии с нормативным актом, положение про закупивление, будут уже контролировать органы проверять. Чи там есть конкуренция, чи есть порушение. Ну, таким чином. Ну, понятно. Давайте перейдем к второму вопросу, связанному с этим. Может быть, позволят решить эти все вопросы новые системы электронных торгов, о которых также был недавно визнан соответствующий закон. Как Вы прокомментируете, что это может дать для улучшения госзакупок? Я долгий час дослеживаю электронные закупивления в Российской Федерации. Ця модель, до речи, она застосовывается в нашем законодавстве. И, можно сказать, наступное. Действительно, есть прозорость процедур закупивания. Между замовником и участником практически нет конкуренции, коррупции, коррупционных звездских, потому что... И личного контакта нет. Так. Есть организаторы, которые проводят эти закупивления. Это электронный майданчик и оператор электронного майданчика, которые здесь, на их работу, через электронную цифровую петру. Вы можете разъяснить, как вообще технологично, и какие там могут быть резкие? Дуже просто. Всю информацию замовника в проведенных торгах подает на электронный майданчик оператору. Он размещает информацию. И у нас загальный сайт, загальнодержавный сайт, на котором так же появляется эта информация. Если там протягом 10 минут никто не подал свои пропозиции, то отменяется электронный реверсный аукцион. И тогда можно закуповывать у одного участника. То есть, мы на те же сами грабли наступаем, что и россияне. Я думаю, кому грабли, а кому лазейка. То есть, как бы, один метр государственной границы всегда себе люди откроют, для того, чтобы можно было пройти со своим, так сказать, интересом. Нам нужно завершать наш разговор сейчас. Мы выяснили две вещи. Борьба за честные госзакупки, это борьба очень серьезная. Это фактически политическая борьба. Это борьба целых больших сословий бюрократии, которые имеют свою ренту с этого процесса. И будет она встречать сопротивление. Самые современные методы электроника, интернет и прочие вещи не могут решить эту задачу. если не будет, с одной стороны, мощной политической, административной воли сверху, гражданского контроля снизу, чтобы общество знало этот процесс и участвовало в том, чтобы его общество, деньги, не разворовывались в таких огромных масштабах. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова